здравствуйте дорогие друзья с вами канал голос истинный муслим ханский я просто не мог пройти мимо этой темы несмотря на то что времени действительно очень мало и стараюсь на основные темы записать какие-то ролики но выкрал время специально приехал домой чтобы записать этот короткий ролик и поделиться с вами это такой позор знаете это такой позор который мир не видел мир не видел за последние десятилетия я немного издалека начну коротко но издалека начну и очень многие поймут уже о чем пойдет речь давайте я вам покажу вот эти кадры узнаете да эти кадры где знамя немецких военных частей на красной площади руках советских солдат наших бедов и что они с ними делаю с этими знания знаете что я вам скажу дорогие друзья в истории германии вообще германии той германии нынешней германии такого позора никогда не было то что они проиграли вторую мировую войну то что наши вошли в их столицу они везде проигрывали с позором это совсем другое это уровень позора вот уровень позора по сравнению с тем что увидите на кадрах до несравнимо самая позорная страница в истории германии германской армии именно вот эти кадры когда знамя их военных частей убрасывает под ногами на пол понимаете о чем я говорю это самое позорное для военных для солдат для офицеров для страны когда знания военные части не только захватывает враг скажем так может враги и даже теряются это уже чп чрезвычайное положение понимаете смотрите насколько это серьезно насколько это серьезно я буквально в нескольких фразах вам объясню чтобы вы поняли что это такое вообще даже в мирное время возьмем любую военную часть возьмем россию глубинку где-то там есть военная часть там тыщина мирно нет никаких врагов просто стоит военная часть и в этой военной части есть знамя этой части знамя флаг какую как и как и у любой другой части если это знамя и то что кто-то своровал потерялся просто не видно потерялся на час на два на день все моментально расформировывают эту военную часть наказывается все офицеры высшего эшелона остальных военнослужащих просто разбрасывает по разным военным частям потому что это поражение это позор уже это говорит о том что враг просто уничтожил эту военную часть нету этой военной части позорные для офицера солдатов терять знамя нету ничего ничего поверьте мне это вам скажет любой военный человек да и гражданский а теперь смотрите на эти кадры дорогие друзья родные азербайджанцы вы только посмотрите это знамя что 93 этого полка армянский армии армии духов которые бросили свою знамя и убежали на фотографии знаете кто армян я вам это говорю видите кто угадайте кто это тот над которыми мы все время не знаю издевались даже над словом эскер это аскер азербайджанский солдат воин это азербайджанский эскер эскер а не фидаи раз какой-то ваш который бросили свое знамя и убежали целый полк знамя вашего полка военные части вашей армии в руках азербайджанского эскера понимаете смотрите смотрите духов смотрите внимательно позор позор позорнее этого ничего нету назовите меня хотя бы один пример такого за последние десятилетия в любой другой армии в любой другой страны назовите найдите возможно есть но я не видел я не видел понимаете знамя флаг для солдата для офицера это святое это как для человека верующего человека это как коран библия оставаться шунц ваше святое дыхание бога оставаться шунц ваше святое книга понимаете вы это понимаете до вас доходит как вас дурили все это время что азерита кто такой ара сталин какой-то создал ара у них армии нету у них металлолом покупает алиев ара вот наши эскери а вот знамя ваших духов я не мог ее пройти я на эмоциях не мог пройти мимо этой темы это для меня один из самых важных моментов за последних дней очень важных для меня понимающие люди знающие люди знают о чем я говорю я связан с этой темой поэтому знаю что это такое что означает знамя для армейских частей для армии это мать это родина для любого солдата это честь это достоинство для любого солдата офицера а вы бросили и убежали смотрите малогабаритная вещь плотно как можно было не забрать его так торопились да так боялись не верю вы же ничего не боитесь один армянский воин стоит пять десять двадцать азербайджанских солдат эскереж да где где эти сотни ваших духов которые оставили знамя где они очнитесь вас дурили понимаете по российским телеканалам ваши вот эти блаблашники уходят и говорят азери кто это они торговцы а мы воины где ваши воины и где ваше знамя смотрите на этого парня знаете кто под этой маской торок курт лезгин талыш абарис сахурис понимаете уедин он азербайджанец гражданин азербайджана мой брат мой сын мой младший брат сын брат любого азербайджанца смотрите что он держит в руках духов варчапет парон ваш где в москву полетел а смотрите найдите хоть одно сообщение за последние дни где написано алиев президент азербайджана позвонил президенту какой сильной Не найдете, зато найдете. Президент какой-то страны позвонил президенту Азербайджан. Президент какой-то там это позвонил президенту Азербайджан. Вот таких новостей вы найдете. Еще знаете, каких новостей вы найдете? Вы найдете. Премьер-министр Армении позвонил президенту какой-то страны. Там Меркиным, Марковным, Путиным и так далее и тому подобное. Чувствуете разницу? Нашему президенту звонят, но ваш президент звонит, просит, умоляет за ваших духов. Как кайфово я говорю эти слова. Как я ликую, господа наши соседи, возвышенные такие, которые сами себя возвысили на своих глазах. Мы-то вас знаем, черт возьми. Вы для других кем-то можете быть, но мы-то, азербайджанцы, вас знаем. Вы наши соседи, вы жили с нами, мы вас знаем. А теперь всему миру показываем, кто вы такие. Духов, воины, мы торговцы, конечно, помидорами вас закидали. Вы побежали, блин, и знамя даже оставили. Смотрите кадры, что творится вашими молодыми ребятами, черт вас побери. Я же вам 15 лет говорю. Ребята, наши страны напичканы оружием. Не просто так. Эти оружия начнут стрелять. Успокойтесь, подумайте. Уходите из этих земель. Это не ваши. Все равно мы заберем. А вы своих молодых отправляли туда погибать. И сейчас сами бежите. Бежите, черт возьми. Чего вы не отстаиваете, да? Нет русских, да? Пока не пришли российская армия, за которым вышли 90-е годы. Не пришли, пока бежите, да? Не можем догнать ваших. Наши сыновья не могут и вас догнать. Где, когда вы успели научиться так бежать? Ребята, где вы так научились? Мы в шоке. Мы так долго тренировались бегать. Так долго. Но вас догнать не можем. Вы еще нам советовали научиться плавать. А мы вас научим карабкаться по горам. По-араратским. А за раратом вообще турки. Куда вам деться, черт возьми? Из-за ваших длинных языков. Из-за ваших амбиций. Тупые амбиции. Из-за ваших отношений к соседним народам. Вообще к людям. Смотрите, отвечают ваши сыновья. Молодые, жалко. Я смотрю эти кадры. Как их раскидает по странам. Бомбы. Металлолом Азербайджана. Который Алиев покупал. Металлолом. Смотрите еще раз. Такого позора вы не отмоете. Никогда. Один наш ассекер раненый. Представляете? Он флаг. Флаг. Контузил его. Вообще ни хрена не сообразил. Не соображал. Вот эти дни. Его пока увезли. Везли из фронта до Баку. Он флаг держал при себе. Никому не отдавал. Даже своим флаг никому не отдавал. Раненый наш ассекер. Флаг. Простой солдат. Никому не отдавал всю дорогу. А ваши сотни ваших духов бросили знамя и убежали. Всем мира, мирного неба над головой, счастья и здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok